Последние годы мы постоянно слышим об энергосбережениях и современных технологиях, позволяющих экономить деньги. Все это в условиях кризиса приобретает особую актуальность. В Городце среди мер по снижению затрат и оптимизации бюджетных средств было решено модернизировать систему уличного освещения. Уже пару недель жители микрорайона Невского в Городце, которую еще называют Матринина, с интересом наблюдают за работой бригады электромонтеров. Здесь идет не просто замена сгоревших ламп уличных фонарей, а модернизация всей системы освещения, которая уже давно устарела. Ртутные натриевые лампы и светят неярко, и быстро выходят из строя. Вместо них будут установлены современные светодиодные со сроком службы не менее 15 лет. Они обладают стабильной силой света на всем диапазоне напряжений, имеют устойчивость к вибрациям, к механическим повреждениям. Но самая главная его отличительная характеристика и качество – это экономия количества потребляемой электроэнергии по сравнению со старыми светильниками, которые мы демонтируем. То есть это в разы позволит сократить расходы на электроэнергию при сохранении той же освещенности. Преимущество новых ламп в Городце уже оценили и жители, и городские власти. В прошлом году было модернизировано уличное освещение 62 фонаря в микрорайоне Фурмановский. Эффект от экономии электроэнергии только в одной этой части города более чем существенный. В прошлом году мы запланировали на оплату освещения 8,5 миллионов в бюджете города Городца. В этом году мы заложили 7 миллионов 400. Это при том, что в этих 7-4 миллиона находится и модернизация освещения в микрорайоне Матренина. То есть мы планируем, вернее уже получили, посчитайте, миллион экономии с прошлого года за счет того, что мы перевели Фурманский микрорайон на новые светильники, скажем, на новую систему освещения. И уже заложили в том числе экономию по Матренину. И поэтому мы в эту цифру убираемся. Эта экономия прям видна, даже считать легко. И просто цифры вот 2 миллиончика просто так мы сэкономим на то, чтобы потом направить их на какие-то другие нужды, которые есть в городе. А их много. Работа по замене 100 старых ламп уличных фонарей на новое в микрорайоне Невском планируется завершить до конца марта. Высвободившиеся светильники после модернизации будут использованы на установку в тех местах, где вообще нет уличного освещения. В основном это улицы частного сектора. Субтитры создавал DimaTorzok